Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мото-брендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаем предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен четкий мотоцикл, а и та в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». Итак, Acura – это «Хонда», только богаче и круче. Сегодня мы вам расскажем о кроссовере с никому ничего не говорящим индексом MDX. Итак, встречаем Acura MDX. Acura MDX – это конкурент Lexus LX, но в этой модели больше спорта. Acura MDX второго поколения выпускалась с 2006 по 2013 год. Этот автомобиль создан на легковой платформе с поперечным расположением двигателя. У этой машины очень хитро исполнен полный привод. Об этом мы обязательно подробнее расскажем. Кстати, для настройки шасси этого автомобиля его испытывали на Нюрнбургринге. В целом же это обычный японский паркетник 2000-х годов с единственным V6, а также с несколькими уровнями оснащения. Итак, давайте разбираться в его слабых местах. Кузов Acura MDX практически не подвержен коррозии. Конечно, все зависит от региона эксплуатации, а также от количества реагентов, которые попали на кузов. Но в целом беспокоиться не о чем. Отдельно отметим, что на Acura MDX впучивается вот это покрытие на фальш-радиаторной решетке. Оно напоминает то ли фольгу, то ли пленку. Его можно зачистить, то есть снять вот это покрытие и обклеить пленкой надлежащего качества и цвета. Ксеноновые фары на этих автомобилях служат как обычно. Оригинальные лампы дорогущие. Вдобавок, через лет 10 понадобится замена блоков розжига, а также выгорают отражатели в модулях линз. И тогда освещение становится совсем слабым. В бампере установлены противотуманки, совмещенные с ходовыми огнями. Так вот, камни разбивают их плафоны. Если они еще целые, то есть вот эти плафоны, то их лучше покрыть бронированной пленкой. Зимой частенько замерзает лючок горловины бензобака. Он не открывается после нажатия кнопки в салоне. Так вот, из-за попадания воды механизм этот надо менять. Причем меняется он вместе со всем стаканом. Но есть и народный способ добавить пружинку, которая будет выталкивать вот этот вот лючок после нажатия кнопки в салоне. Передние коврики Acura MDX, а также ковролины в багажнике могут намокнуть из-за того, что вода стекает не по дренажам люка, а мимо них. Поэтому дренажи надо время от времени чистить. Еще моторы вентилятора на Acura начинают скрипеть во время работы. Их просто меняют на новые, но обычно ставят мотор с клетчаткой от крайсеров. Этот мотор дешевле. На дорестайлинговых Acura MDX можно попасть в сервисное меню. Для этого можно нажать Map, Cancel и меню одновременно. Затем попадаем вот в такое меню с множеством параметров, но здесь есть очень важный параметр, который называется моточасы. Итак, идем дальше. Нажимаем XMHIP, бах, потом заходим в XMHIP ECU. Затем выбираем первый параметр и в самом низу Hours 4833 часа. Так вот, зачем нужны моточасы? Считается, что если умножить вот это число на 40, то мы получим примерный километровый пробег этого автомобиля. То есть, если на одометре цифра намного больше, нежели получилось при переумножении этих двух чисел, то значит пробег скручивали. Дело в том, что на этих машинах моточасы отредактировать нельзя. Маты подогрева сидений на этих автомобилях не работают десятилетиями. Нити обрываются. Если снять обивку, то можно восстановить нити подогрева. Acura MDX оснащена премиальной акустической системой ELS. Так вот, со временем эта акустическая система начинает выдавать хриплый звук. И при поиске этого хрипа обнаруживается, что один динамик, скорее всего, в двери лопнул. То есть, лопнула его диафрагма. Детская болячка Acura MDX – это блок управления Bluetooth. Сначала он начинает глючить, а затем и вовсе перестает работать. Но есть проблемка, из-за этого разряжается за ночь АКБ. Также неисправный блок Bluetooth нагревает пространство в подлокотнике, то есть вот этот бокс, потому что он там и находится. В общем, если есть такая проблема, то надо вот этот блок менять на новый. На Акурах также проявляется фирменная болячка Honda, а именно облазит хром с эмблемы. Чтобы поменять эту эмблему, чтобы ее вынуть, надо откусить ножки с той стороны. Но для этого надо, получается, вот это все разбирать вокруг подушки безопасности. Ну, а дальше вариантов много. Либо красить свою, либо же покупать неоригинальную. Со временем потребуется замена дверной проводки, а конкретно часть жгута в дверном проеме. Проводка обрывается в районе разъема, поэтому, скорее всего, придется поменять жгут на новый. Новый такой жгут стоит 140 долларов. Единственный доступный двигатель для MDX второго поколения – это V6 объемом 3,7, атмосферный, мощностью 300 лошадиных сил. У этого двигателя нет системы отключения цилиндров. Есть система VTEC, фазовращателей нет. В каждой ГБЦ по одному распредвалу. Далее, из особенностей, это то, что в этом моторе нет гидрокомпенсаторов. Тепловые зазоры надо проверять и регулировать каждые 45 тысяч километров. Для этого, кроме щуба, понадобится гаечный ключ и шлицевая отвертка. В приводе ГРМ зубчатый ремень. Менять его надо каждые 160 тысяч километров. Ну, а на предмет трещин его лучше осмотреть при пробеге в 100 тысяч километров. И самое интересное, что при отливке в легкосплавный блок были залиты кремно-алюминиевые гильзы. Это тот же алюсил, но с повышенным содержанием кремния для износа стойкости. Именно так и никак иначе в этом двигателе чугунных гильз нет. В общем, получился вроде бы простой и надёжный двигатель, но нареканий к нему с каждым днём всё больше. Разрушение катализаторов заканчивается задирами в цилиндрах, а также жором масла. Кстати, проблема жора масла более актуальна для рестайлинговых двигателей. У них степень сжатия чуть выше. Ну и скажем, что объём заправочного масла у этого мотора 4,5 литра. А это значит, что его уменьшение и ускоренное состаривание приведёт к более глобальным и дорогим проблемам. Поэтому такие проблемы, как изношенные и провернутые вкладыши, имеют место быть. Также один из шатунов может привариться к коленвалу, оторваться от поршня и пробить дыру в блоке. То есть этот двигатель может погибнуть в буквальном смысле этого слова. Но его можно восстановить. То есть можно поставить в него чугунные гильзы, ошлифовать коленвал. Также есть варианты постройки этого мотора на базе блока от мотора 3,5 литра, а J35 с ГБЦ от J37. Ни в коем случае не хотим сказать, что этот двигатель плохой. Многие такие моторы при должном обслуживании прошли и 500 тысяч километров. Ещё добавим, что никакого топливного фильтра под капотом нет. Единственный топливный фильтр установлен на топливозаборнике бензонасоса. Поменять его можно на тойотовский. Доступ стандартный из-под заднего сидения. А теперь про КПП. Acura MDX до рестайлинга оснащалась 5-ступенчатой АКПП, а после рестайлинга 6-ступенчатой АКПП. Это всё трансмиссии, разработанные компанией Honda. Это так называемый гибрид механики и автомата. Очень надёжные трансмиссии. Кстати, у нас на канале есть подробный разбор такого агрегата, поэтому обязательно посмотрите. Там много чего интересного. Эти трансмиссии надёжные, но очень дороги в ремонте, поэтому рациональнее и дешевле будет освежать в них масло раз в 30 тысяч километров. На частичную замену уходит примерно 4 литра АТФ типа Z1. Фильтры доступны только после разбора АКПП. А вот на шестиступенчатой АКПП есть фильтр тонкой очистки. Он расположен сверху на трубке от радиатора к корпусу. Его тоже надо менять, но он мало на что влияет. Самая большая проблема с этими трансмиссиями случается из-за попадания антифриза в АТФ, особенно на дорестайлинговых MDX. А это происходит из-за корродирования шайб штуцеров, по которым АТФ идёт во внутренний контур радиатора. Этот радиатор, пластиковый бачок, горизонтальный, прикреплён к основному радиатору. Поэтому старый штатный основной радиатор, либо хотя бы шайбы и штуцеры надо менять превентивно, либо же повесить на трубке, по которым циркулирует АТФ, дополнительный внешний радиатор, чтобы эти жидкости АТФ и антифриз никогда не пересекались. Ну, а сейчас мы поедем на СТО, чтобы подробнее рассказать об этом автомобиле. Кстати, у нас хорошие новости. В «АвтоСтронге» теперь можно купить не только отличные БУ запчасти, но и абсолютно новые, поэтому пишите нам в мессенджеры, звоните, заходите на наш сайт и заказывайте. Будем рады помочь. Кстати, те, кто ещё не подписался на наш ТикТок, обязательно подпишитесь. Там много технической информации, юмора и всего интересного. Ну что, мы на СТО и продолжаем. Иногда двигатель Acura MDX не оживает, то есть стартер не крутится вообще, а виновата в этом сильно окислившаяся плюсовая клемма. Так вот, чтобы решить эту проблему, иногда эту клемму приходится поменять на новую. Бытует мнение, что насос ГУР на Acura MDX недолговечен. Он начинает завывать и потеть по сальнику и трубкам уже к пробегу в 50 тысяч километров. Обычно он служит в 2-3 раза дольше. Но запотевание можно устранить, заменив сальник. А также в ряде случаев можно повернуть на 180 градусов каждый шибер ротора этого насоса, чтобы предотвратить его завывание. Правой верхней опорой силового агрегата служит примерно 200 тысяч километров. Ее стоимость 200 долларов. Затем на замену попросятся нижние опоры, которые установлены на подрамнике. Цена та же, 200 долларов за штуку. Болячкой Acura MDX является рулевая рейка. Она может подтекать по уплотнениям входного вала, а также может появиться стук. Но эти проблемы решаются на специализированных мастерских. Acura MDX в комплектации Sport оснащена адаптивными амортизаторами. Они заполнены магнитореологической жидкостью, которая меняет вязкость под воздействием магнитного поля. И таким образом можно изменять жесткость подвески. К сожалению, такие амортизаторы служат по 60 тысяч километров примерно, а потом безнадежно текут или в них возникает электрическая неполадка. На сегодняшний день цена одного переднего амортизатора такого 1000 долларов, заднего 1500 за штуку. Но некоторые мастерские предлагают ремонт таких амортизаторов. Сегодня, наверное, на MDX Sport не осталось адаптивных амортизаторов. Владельцы меняли их на обычные, пассивные, вот как в нашем случае. То есть из-за того, что это действительно дорого. Но при такой переделке надо заглушить систему ADS, чтобы на панели приборов не горела ошибка. А эта проблема решается с помощью обманок. Либо надо впаять 4 резистора в проводку в подполье багажника, чтобы блок управления адаптивными амортизаторами увидел сопротивление якобы установленных адаптивных амортизаторов. Тормоза у Acura MDX слабоваты. Многие владельцы недовольны их эффективностью. А еще при условии нескольких резких торможений, да еще и попадания воды, диски деформируются и появляется характерное биение. Альтернатив у оригинальных дисков и колодок много. Можно выбрать хорошую замену. Acura MDX оснащена фирменным полным приводом SH. SH означает super handling, супер управляемый. В заднем редукторе нет дифференциала. На входе в задний редуктор размещен двухступенчатый планетарный редуктор, который на второй ступени менее чем на 2% увеличивает входящую скорость вращения. Каждая полуось задних колес соединяется с угловым редуктором многодисковым сцеплением и своим планетарным редуктором. Благодаря таким муфтам в поворотах заднее и внешнее колесо жестко соединяется с трансмиссией и вращается немного быстрее. Грубо говоря, на него приходится до 100% крутящего момента. И это позволяет ввинчивать машину в поворот силовым подруливанием. Кстати, на бездорожье этот полный привод тоже классно работает. Короче, никаких проблем с муфтами и редукторами не возникает. Однако, чтобы так было и дальше, надо менять масло в редукторе. С небольшой промывкой уходит 3-4 литра масла. Надо раскошелиться, потому что стоимость одного литра от 30 до 60 долларов в зависимости от бренда, под которым это масло продается. Иногда в этих машинах пропадает сигнал с одного из датчиков ABS. Так вот, это происходит не только из-за того, что датчик вышел из строя, но и из-за дефектов магнитной ленты в ступичном подшипнике. Кстати, датчики ABS тоже на этой машине ходят недолго, особенно задние. А вот ступичные подшипники здесь на Acura NDX являются деталью ступицы. Поэтому оригинальная ступица стоит 200-240 долларов. Но заменителей много, можно сэкономить. Со временем из-за проседания задних пружин сильно нарушается развал задних колес. Развал здесь никак не регулируется. И это приводит к усиленному износу, то есть ускоренному износу внутренних боковин колес. Но на самом деле колеса, то есть шины, изнашиваются гораздо сильнее из-за нарушения схождения. Схождение, разумеется, регулируется. Но стоит внимательно присматриваться к сайлентблокам задних рычагов, потому что из-за их износа сильно плавает схождение. Чтобы вернуть углы развала задних колес до приемлемых значений, надо поменять пружины на новые. Но в народе есть еще такие методы, как проставки под пружины. И установка верхних регулируемых тяг, с помощью которых можно отрегулировать развал. В задней подвеске четыре рычага. Вот именно самый верхний с шаровым соединением с кулаком меняют на регулируемый. Оригинал обойдется в 130 долларов. Есть заменители, и буквально две штуки, они в два раза дешевле. Сайлентблок нижнего продольного рычага по оригиналу отдельно не продается. Весь рычаг в сборе обойдется в 170 долларов. Но есть заменители. И также есть заменители сайлентблоков для вот этого подпружиненного рычага. А вот эта вот косточка по оригиналу стоит 80 долларов. Также есть заменители сайлентблоков и вот этой косточки. Спереди у Acura MDX подвеска со стойками в Макферсон, унифицированная с Hyundai Pilot. Все здесь служит очень долго, сделано надежно. Короче, никаких проблем нет. Передние рычаги в оригинале стоят по 340 долларов. Шаровые опоры предлагают несколько неименитых производителей. А вот задний сайлентблок по оригиналу стоит 200 долларов и продается вместе с кронштейном. А неоригинальные производители, некоторые предлагают его без кронштейна. Оригинальные тяги стабилизатора обойдутся в 60 долларов, а втулки по 15. Ну что, на улице осенняя погода, дождь, поэтому резюмируем здесь. У бренда Acura и кроссоверов MDX много поклонников. Опыт этих людей показывает, что эти машины пропитаны японской надежностью и способны ездить без поломок, если их прекрасно и грамотно обслуживают. Да, случаются вопросы с двигателями, да, случаются вопросы с АКПП. Но это не происходит без причины. Если вы хотите, чтобы мы и дальше делали такие классные обзоры, то нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, нажмите колокольчик, напишите комментарий и поделитесь этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова